Добрый день! Сегодня инбоксинг это не очень обычный сквайр. Компания Чи выпустила целую серию головоломок под названием джели. Если перевести на русский язык, то, как говорит переводчик, это будет желе. Особенностью является именно пластик, из которого сделаны головоломки. Он такой вот полупрозрачный. В серии есть кубики 2х2, 3х3, 4х4, скьюб, пирамидка и векуб. И там какой-то еще маленький брелок. Могу ошибаться, картинку приложу. Коробочка такая вот красивая. Внутри даже есть инструкция. Достаточно большая. Тут как раз все алгоритмы для сквайра. С одной стороны по анализ, с другой по-китайски. На коробочке всякие розы. Можно разобрать SQ1S. Что-то вот такое. Ну, если присмотреться, то это просто сквайр Чифа. Если не ошибаюсь, он называется. Вот в таком вот исполнении. Соответственно, по характеристикам он должен быть точно такой же. Давайте сделаем сборочку и проверим, как оно так. Я когда-то говорил, что не планирую покупать кубики из серии джели. И я до сих пор продерживаюсь такого мнения. Поскольку, ну, как бы на соревнованиях собирать имен нельзя. Купить просто ради того, чтобы поставить на полочку. У меня такого интереса особо нет. И это все-таки бюджетный сквайр. Просто не очень стандартные расцветки. То есть, головоломки формата желея, карбоновые всякие, они мне не интересны. Но этот сквайр мне вручили в качестве подарка на чемпионате White City Кубинг в Белгороде. Пока он еще новый крутится. Весьма странно, что-то я тут даже ошибся. Добавляйся даново. По цветам немножко неудобно ориентироваться. Крутится немножко туговато. Я привык к своему сквайру Юксину. Юксину Little Magic магнитная версия. Так что немножко ошибаюсь. Труднее ориентироваться в такой расцветке. Но нужно отдать должное. Сквайр красивый. Как, в принципе, и все остальные головоломки этой серии. Да, он красив. Как бы для подарка очень даже неплохо. Подобные головоломки и подарки, как я понимаю, дарили всем волонтерам чемпионата в White City Кубинг. Я получил в качестве делегата неофициальных дисциплин. Проводили дисциплины там и V-Cube, и Team Blind. Помимо сквайра, помимо сквайра, еще брелочек, ручка и шоколадка от магазина-спонсора. Собирать сквайра можно. Сам бы покупать, естественно, не стоп. Ну, в качестве подарка получить вполне приятно. Трудно различать цвета. Так, собраны углы. Розовый вот такой вместо красного. Синий, оранжевый. Ну, очень непривычно. Очень непривычно тервое ориентироваться. Ну, собрать мы все-таки его должны. Да. Нижний слой собрался, остался верхний. Если я сейчас не ошибусь, будет хорошо. Да. Ну, средний слой. И все. То есть, если принять, что это обыкновенные цвета, то сквайр имеет стандартную расцветку. Так, разный взять перед собой. Желтый сверху, синий слева. Ну, и меньше, блок тоже слева. То есть, это обычный сквайр Чифа. С индексом S, кажется. Но логотип у него почему-то на синей стороне. У серийной версии, ну, обычной версии, логотип на зеленый. Плохой или сквайр? Да нет, хороший. Обычный бюджетный сквайр. Юксин мне нравится больше. Но этот неплохой. В цветах ориентироваться тяжело, поэтому, ну, для скоростной сборки я его не рекомендую. На соревнованиях собирать им нельзя. А от кому-то подарить. Какому-нибудь коллекционеру. То есть, у кого уже все есть, ну, что-то такое интересное и забавное. Как подарок очень хорошо. Вот такой вот сквайр. Остальные главоломки с этой серией покупать не буду. Но если какими-то путями они у меня появятся, сделаю видео, если кому-то это будет интересно. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.